Дорогие друзья, всем здравствуйте! На ваших экранах добрые сердца Казахстана. Меня зовут Пётр, за кадром, как обычно, Алексей. Приехали сегодня к Татьяне и её маме, и Милане, естественно. Приезли Миланки подгузники, для мамы Татьянины подгузники, продукты питания, постельная новая, компания Иглова. Большое спасибо за продукты тоже. И всем, всем большое спасибо, кто поучаствовал в данном мероприятии. Пойдёмте, отдадим всё Татьяне, её маме и Милане. Лактоцит знает, что на микрофлору интимной зоны могут влиять разные факторы. Интимная близость, эти женские дни, мыло или гель для душа. Лактоцит с натуральной молочной кислотой поможет поддержать микрофлору интимной зоны. Лактоцит микрофлору защитит, комфорт и свежесть сохранит. Здравствуйте! Привет, Амюк! Всё, остальное цепанёшь? Да, я цепаню, конечно. Да, это всё вам. В зелёном пакете это маме, подгузники для взрослых, а это иванчики, в этом бумажном пакете тоже. Там салфетки бумажные. Ого, спа-жи! Суять! Это что здесь? Салфетки? Влажные. А, спасибо, спасибо. Давай, дать я эту, собаку подержу. Давай. Потихоньку, только 10 секунд. Ага. Пушистый. Здрасте. Меня Пётр зовут. Это Алексей. Я ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то звонит. Привет. Привет, Илана. Так, ну смотри, продукты. Можно сказать, как куда-нибудь. Ну, ты, сюда. Это здесь эти, уже готовые. Что это? Это EFC там всякая комитета, короче. Это этот. Глова, короче, компания нам это фонсирует постоянно. Ставь. Ну, а эти. Постельное бельёте виновое. Боже мой. Пописчица передала. Это который магазин, да, у вас там или нет? Который серёвки тоже, да, там или всем? Нет, это другая. Это другая. А-а-а. Алия, по-моему, зовут, если не ошибаюсь, извините, если ошибся. Ну, это подгузники она тоже передала. А-а-а. Единственное, она маму подгузники, это техноклимат передала этот. Здравствуйте, еще раз. Не разговаривай, да, мама? Она не разговаривает, она пишет. Только пишет. Давайте, Кириза, выключим. Все, я выключила. Чтобы не мешало ничего. Подгузники в тебе там привезли, ну, айч. Подгузники привезли. Ай, забегай. Ой, это Июля. Ну вот, присаживайся сюда. Я стесняюсь. Ты уж привыкшая. Так, как же здесь? Здравствуйте, всем подписчики. Вот мама моя, про которую я писала, в смысле, рассказывала. Мама у меня сейчас сильно болеет. Брат, как ты еще раз. Вот. Она у меня сейчас болеет. И поэтому... Вчера на скорую вы уезжали? Да, 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 да. Вот, мы вчера с мамой на скорую уезжали. А что случилось? У нее она хотела просто... Встать. Ага. Встать. И встать не смогла. И облокотиться она хотела. Представьте, облокотиться. Она сидит вот, либо лежит. Потому что ноги у нее, видите, сейчас ногами. Они пухшие, они не ходят. Она не ходит. Да, спасибо. Вот, и она... У нее трубка вылетела. Вот это вот. При наклоне, получается, вылетела. Она назад хотела облокотиться. Чуть-чуть спина, потому что затекает сидеть. Она облокотилась, и у меня эта трубка вылетела. Я вызвала скорую, все, и на скорую поехали. И там обратно вставили все? Ничего там не вставили, там ничего даже не смотрели. А как? Ну вот. Трубку убрали вообще, получается? Нет. Нет, вот она. Они не посмотрели, они, знаете, взяли только общий анализ крови. И все, я трали нас домой. Все. По направлению, типа, по направлению Зощетинской, куда мама относится, типа, там должен ее смотреть, и все, что связано с трубочкой, это вот. И обращались? На защиту. Нет, мы только завтра поедем. Да, у нас просто на завтра. Запись. Миланка. Ты что, любуешься там, Миланчик? Кинопаркостит она. Красавица. Насмотреться, налюбоваться не можешь? Потому что она, у ней под шумок, и что же, зеркало мы же не даем, а та мама просто трубочку себе чистит, когда она смотрит зеркало. Добралась до бесплатного. Под шумок. Сейчас мама напишет, я вам прочитаю. Кто там? Там Милана. Вот ноги, то, что вот у ней. Я говорю, надо к нервопатологу, а нам говорят... А пухли ноги от чего получается? У ней делали еще операцию, и же шумтирование. Ей операцию сделали, поставили вот этот шум, как он там называется. Ну вот этот вот, короче, шумтирование, да. Вот, и она пошла в больницу к кардиологу и упала. Помните, я вам рассказывала, что упала она? И вот нам, вчера, как мне сказали, возможно, это у ней от того, что она упала, где-то нерв или мышцы защемило, и вот, короче, вот это пошло от того, что она упала. Сейчас на ноги идет. Да, сначала вот у нее с горлом она ударилась, не могла не разговаривать, начала задыхаться, и кровью вот харкалась, я вам рассказывала. И вот ее на скорую увезли, вот у нее вот теперь, разрыв гортани, и теперь у нее вот с ногами теперь. Мы вызываем, я вызываю скорую, они приезжают, знаете почему, только по одному. Видят у нее трубку, и только по трубке у нее. А то, что у нее ноги отказывают, но это никто внимания не обращает. Да. Знаешь же, что у тебя? Штурок поставили, да? Сейчас мы что-то напишем, ладно? Вот смотри, сейчас подсобрали, вот там продукт. Люди скинулись, тоже вот памперсы, ну все помаленьку. Сейчас сбор, сбор продолжается, потому что на дрова денег не хватило, к сожалению. То есть следующий сбор уже где-то на дрова. Также памперсы для бабушки, там привезли, но там, я думаю, мало будет, что. Еще нам нужны будут памперсы для мамы. Ну продукты пока на время, на первое время, хотя бы на несколько дней хватит. Конечно, я видела. Спасибо. А там дальше будем также, с помощью наших подписчиков, также будем озвучивать всю эту ситуацию, выкладывать на инстаграме. И желающие, кто хочет помочь, Татьяне, ее маме, Миланке, кто хочет оказать помощь, все в шапке профиля, все данные. Сейчас, он, что-то хочет написать, что-то пишет. Он вообще не разговаривает. Он только пишет на блокноте. Так, это про скорую помощь, наверное, да? Сколько раз увозили и снова домой отправляют. Кровь, анализ возьмут и все. У меня воспалилось все. По месту жительства поликлинику отправляют. Это у вас со скорой, да? То, что в больницу вас привозят? Да, да, да. Она им говорит, что у меня ноги, я не могу уходить. Они не обращают на это внимание, я не знаю. А как ездит, я с калитки не могу выйти. Ноги не поднимаются. Ну, то есть, не передвигаются. То есть, по-любому, скорая помощь нужна только на носилку. А они ее даже вчера на носилки не ставили. Вот вчера, как раз Юлин муж вчера заходил маму попроведывать. И он реально чуть ее, ну, как сказать, как веса. Он ее реально на руках втаскивал с калитки. А почему они загрузили на носилку? Они не обращают внимания на ноги. Они заходят, видят в эту диостоническую трубку. А то, что с ногами, я говорю, у меня мама не ходит. Они говорят, ну, собирайтесь, вы же с ней поедете. Я говорю, она не ходит, она не может снять. Не, она была стоять на своем, чтобы вынесите носилки. Носилки несите и загружайте, потому что она не передвигается. Встретили только в больнице. Там увидели, что ее вытаскиваю я, получается, из медбрана, ну, с медработником. И они увидели и вытащили вот эту вот коляску, коляску, да, каталку. И вот на каталке они ее повязали. И обратно тоже, что на каталке. И вот я ее еле как вытащила. Да, такси, потому что она даже в такси... Вот, порожек у нас есть. Видишь, какой он маленький? Она даже на этот порожек вот так вот даже ногу поднять не может. А как завтра, получается, по месту? Видите, что я поликнику? Мой не знаю. Ну, опять нужно было давать тогда скорую, получается, чтобы они увозили. А скорая не будет возить по больницам. Она только в свою больницу везет. А в больницу она везет с трубкой. А маме надо с ногами в больницу попасть. Они, видишь, что, они ее не берут, они год только что с нором вот эта трубка и все. А я говорю, не говоришь, ноги, они говорят, по месту прописки, на защиту. А как мне ее на защиту в больницу привезти? Как я где? Как это вот? Даже я в машину, я загрузить ее не смогу. Да могу вызывать скорую, потому что, ну, как, вы скорая помощь, вы должны оказать помощь человеку. Бесполезно. Не знаю, что делать в таких ситуациях. Вызывается скорая, вызывается полиция тогда, чтобы они полицейские уже заставили выполнять свою работу. Я не знаю. То есть, ну, как, вот так, человек не двигается, они в больнице никакие, по ногам результат никакой не дают, они ничего не делают. Мама. То есть, это же нет. На шапку, мама. Вот. Вот так вот, короче. Не знаю, но завтра нам надо как-то забраться до больницы. Ну, мама сейчас говорит, ладно, тогда в больницу за что-то не поедем вызывать на дом врача, этого терапевта. И что толку он терапевту? Мама. Лора, я знаю, что тебе к Лору надо. Да, и если туда невозможно попасть, можно их привезти сюда. Лора. У нее вот, посмотрите, что. А можно посмотреть? Ты только убери, видишь, что у нее такой, короче, пипец. И вот это вот все у нее там гноится, сочится, короче, пипец. И они на этом, и вот Лора сказал, а нам говорят на защиту. А защиту нам сказали, мы не имеем права, кто операцию делали, туда. Короче, нас туда-сюда пихают. Короче, я не знаю. Такая маленькая. Ну-ка, расскажи нам, что это моя комната. Вот здесь у меня. Два на два, как изолятор. Здесь Миланка спит, вот ее шкафчик, вещи, ну вот, кстати, наша последняя памперска. Это ее, говорит, камера здесь. Это ее камера. А это моя. Это все, что, кстати, вот осталось у нас из книжников. Ну, теперь у нас много, я вижу. Милана, где ты спишь? А вы знаете, где она спит? О, где? Интересно. Она в кровати не спит? Она спит со мной, вот так. Это бесполезно, потому что. Ну, там новая бассейна как раз передала Алия. Шикарно, ну. На, дочь, вот этот вот твой любимый дышень. Разговорим свитер. Миланка, что это, киса? Смотри, какие кисы. Да там это, Петрух, я считаю, что-то плохо стало. То есть, в коробке с игрушками. Ну-ка, Миланчик. Это подел оттуда? Да, да. Ну, там, конечно, их много было. Что это? Ну, мы, что, на ваша, забрали, забрали, но что-то. Класса. А что еще у тебя есть? Ну, это вообще то, что имею в виду, что, видишь, грушки. Грушки есть? Да? Вот столик у нас тоже. Не, подогнали столик, детям. Столик подогнали. Кроватку, кстати, позадали. Мама Татьяны нуждается, вот она написала еще, перекись и марля нужна ей. И вот эти палочки такие. Для обработки. И ушные палочки, ватные палочки. Она трубку ей чистит. Ну, для обработки, получается, трубки и всего остального. Потому что я вчера купила два флакончика, а эти два флакончика, они такие маленькие. Мама один раз подрызгала, и все, закончилось. Ну, все, еще раз, Тим, спасибо за все. В шапке, профиле, все данные, кто хочет поучаствовать в данной ситуации, Татьяны и ее мамы. Всем пока-пока. Так, ну что, завершаем. Обрабатывай, что ли? Конечно, и повязки меня еще обрабатываю. А кто будет делать? Она не может же. Перед зеркалом не видит, это все я делаю. Друг у меня, все я. Спасибо большое всем, мои дорогие подписчики, за то, что помогаете, услышали нас с мамой. Всем большое спасибо за то, что Миланке, за подгузники, как всегда, огромное спасибо. И за все. Ну, будем приезжать. Ну, на этом, ну и завершим тогда видео. Дорогие друзья, еще раз всем спасибо за помощь Татьяне, ее маме, Милане. Также сбор дальше продолжается, потому что в дровах есть нужда продукты. Ну, сейчас дня на 3, на 4, приездли. Ну, дрова у нас еще, мешок есть, пока. Хватит. Я еще их раскалываю, которые побольше есть, я их еще на пару раз. На 2, на 3 дня тоже хватит. Да, да. Ну, а так, видите, какая ситуация у них. То есть, уход за мамой нужен. Танюша сидит дома, ухаживает за мамой. На работу не ходит. Все, да, на работу не ходит. На работу не ходит, жить не нужно. Ну, вот сестра вот сейчас пришла, она вот, саня, сборила прийти. Хоть тоже помоленько. Да, она вот смотрит за мамой, если мне, например, в магазин или в аптеку надо. Например, даже элементарно кетарол у ней, она, как давление. Ой, каптоприла давление. Что, как бы, Юлька вот с ней. Ну, все, дорогие друзья, еще раз всем спасибо. Все, кто хочет поучаствовать в данной ситуации, Татьяны с ее мамой. Все данные в шапке профиля. Всем пока-пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.